вот это ощущение свежести морского бриза вот этого воздуха насыщенного йодом нет ничего лучше лучше всякой аптеки поэтому мы сегодня снимаем ролик на берегу моря чтобы у вас было не только настроение строительное но и также немножко для отдыха для природы для пользы море на экране это всегда прикольно это класс как и обещал я покажу процесс заливки и работы с пенобетоном на примере нашего объекта который находится на берегу черного моря в краснодарском крае на поселок ольгинка объекта это отель на 90 номеров по нему уже мы снимали ролик именно как собирали конструкции сейчас можем наглядно увидеть как идет процесс заливки и что такое все-таки себя представляет процесс пенобетон и эластыка этого мне каркасник вот здесь как раз таки мы видим каркас эластыка который произведен на нашем оборудовании единственное что здесь мы применили профиль с двусторонним полимерным покрытием не буду сейчас на этом вдаваться в подробности потом индивидуально каждому смогу объяснить вот это стоит роль csp плита видео опалубки но мы стараемся использовать все-таки два слоя гипсокартона вместо этой плиты и с другой стороны та же самая плита csp все это пространство заполняется полностью пенобетоном с применением добавками которые рецептуру которой обладаем только мы мы постоянно над этим работаем чтобы бетон быстрее твердил давал хорошую плотность не было усадки потому что наиболее часто возражения заработать с пенобетоном это большая усадка на этого удалось избежать мало кто да в принципе пока нет таких компаний которые могут работать работать с пенобетоном избежать таких сильных коэффициентов по усадке соответственно это вся плотность заполняется пенобетоном а как это заполняется и как это выглядит мы сейчас покажем рядышком соседней комнате там уже идут работы пойдем посмотрим мы находимся в стенке где уже полной цены залито материалами на пенобетоном между каркасом распределился раствор пенобетона изначально с оборудование выходит как пена легкая и обратить внимание через швы людей не поступает не пропускает его опалубка она очень хорошо держит влагу потом же остается как чистовое пространство под отделку но как я и говорил что мы применяем как правило два слоя гипсокартона но в этом случае это опять же технологически не проделать мы приняли при пицце сп вот как раз руках у меня находится кусок залитого пенобетона плотностью 300 килограмм на кубический метр здесь как раз таки мы видим его поры вот эти самые воздушные поры как раз таки является хорошим теплый звукоизолятором этот материал очень энергоэффективен и по именно поэтому толщины в 30 сантиметров достаточно даже чтобы переживать в морозы в минус 40 то есть этот материал подходит и для москвы и для холодных сибирских регионов не только для юга россии но при этом он не боится влаги и пенобетона под наборов влажности в определенном концепте только крепче также здесь видно что вся электрика гофра она спрятана в отделку уже в пенобетон внутрь также прячется и вода есть на канализацию мы оставляем снаружи это очень удобно потому что квартиры получается сразу в при чистовой отделке с разведенной электрикой со техникой а когда мы применяем внутри две плиты гипсокартона сразу при чистовая готовое помещение и это господа очень важный плюс я сейчас озадачен ремонтом в доме которые сделаны из газоблока на монолите так вот эти углы неровность очень сильно мешает в отделке я не могу в любой стиль применить не приходится эти колонны прятать я ворую определенное пространство внутреннее в помещении трубы электрику должен зашивать опять же стены обратить внимание на пришлось использовать под систему чтобы выровнять вот эти неровности из-за колонн которые образовались я ненавижу когда колонны видны в ремонте внутри которые должны обязательно быть в вашей квартире это вот эти колонны которые потом в процессе ремонта приходится отделать и закрывать мы не теоретики мы все познаем на практике и прежде чем о чем-то говорить мы сами это проверяем понятно дело каждого но я такой любитель стилей минимализма когда эти колонны стоят по центру квартир или в углах волей-неволей напрашивается стиль такой классический сразу а хочется минимализм поэтому нам пришлось вот эти все стены выравнивать спрятывать заподлицо с ригелями чтобы потом это все обшить гипсокартоном ну и чтобы вот эти перегородки просто так не звенели пришлось соответственно это заполнять все теплозвукоизоляции к науф вот посмотрите пространство 10 а в некоторых местах 15 и 20 сантиметров съедена полезная площадь помещения это при всем при том что здесь толщина газоблока 40 сантиметров 40 сантиметров газоблок 5 сантиметров это внешняя плита утепления и здесь еще сантиметра 10-15 представьте то есть если пересчитать на полезную площадь дома в 100 квадратов мы украли примерно у дома наверно порядков 9 квадратных метров полезной площади господа а когда покупается дом площадью 100 квадратов по цене 100 тысяч рублей за квадрат то есть по факту на 900 тысяч рублей мы уже в минусе потому что мы сами себя украли полезную площадь именно поэтому я говорю что технология ластыка и пенобетон позволяет сразу ставить здание изначально ровную в контуре с проведенной электрикой сантехника где не нужно ничего штробить и прокладывать заново и здесь как раз таки можем посмотреть что здесь нет никаких колонн стены сразу ровные внешний слой это пенобетон и устыка салитый но с этой залитой монолитным пенобетоном внутренний слой это перегородки стальные два слой гипсокартона на подсистеме стоят разведена уже вода коммуникации туалет да это кухонная зона здесь обратите внимание везде уже разведена выгодно выпуске электрики ничего штробить ничего долбить как обычно во всех домах это происходит уже не нужно перекрытие она не уступает ничем монолитному бетонного перекрытия но при этом здесь не может сделать стяжек можно сразу постелить под лошадь под ламинат и укладывать ламинат либо чуть-чуть полы понижите власти а вот а это комната уже с выполненным ремонтом и вот здесь как раз таки обратить внимание это то про что я говорил что здесь нету никаких углов которые остаются после монолитного строительства то есть это ровная стена без всяких выпуклости то есть мы не видим вот этих монолитных колонн потому что в технологии устака их просто нету это для меня целый мир на боль это стены все ровненько тот самый слой гипсокартона просто сразу шпаклевался и покрасился и получилась вот такая замечательная квартира и обратить внимание здесь не натяжные потолки гипсокартон прошпаклеванные ровненькие то есть минимальные затраты на выравнивание вертикальной и горизонтали этих стен тот самый ламинат ну тут немножко мы натоптали ламинат на полу на плитах csp про который мы говорим почему я говорю что эта технология уникальна если вы строите сразу с ремонтом минимальные затраты и спокойно в этих домах крепится полки но к сожалению нас нету примера показать допустим бойлерный котел но я скоро покажу крепится спокойно большие тяжелые предметы держатся если это два слоя гипсокартона пинаметон без проблем с csp то вообще никаких проблем это можно отдельные заклады и даже дело хотя сейчас современное крепление позволяет и на гипсокартоне спокойно крепится полочки все очень надежно плотно ну и сам эффект стены вот этот тот самый этого мне каркасник также коэффициенты теплопроводности и звукоизоляции стены в 30 сантиметров из пористого пенобетона позволяет полностью уйти от внешнего слоя утепления и это очень важно соответственно экономим на работах у нас нету дополнительных лесов дополнительных затрат по материалу и опять же это все влияет на скорость ближайшее время я думаю в течение 15 дней отель уже будет полностью закончен заливка пенобетона здесь уже начнется отделка внутренних помещений а так как здесь же стены идеально ровные в геометрии шпаклевать по маякам штукатурить ничего не нужно здесь просто нужно будет уже наклеить еще один маленький слой гипсокартона и по нему уже выполнять отдел кто-то грешен очень крупный до сыпется верхняя часть но сам материал по себе имеет определенную структуру и очень важный момент что почему говорю что это технология с которой нужно уметь работать многие проектировщики пытаются заложить несущую способность этого материала в конструкцию этого делать категорически нельзя и мы так не делаем мы не берем в расчет несущих нагрузок именно материал пенобетона хотя он как видите сами он очень плотный и структурированный но он используется как теплой звукоизоляции это не конструкционный бетон марки там 400 500 и выше поэтому это тоже важно учитывать это вам не каркасник а сейчас мы постараемся показать вам сам процесс заливки пенобетона в стены посмотрим есть еще получится пойдем вот этот малыш который же десять сотен раз себя купил на наших стройках и эта установка таких здесь на отеле стоит 2 чтобы мощность производственная была правильная и опять же видите это минус какая как раз и производства вот это покрытие металл за счет того что есть морской климат и воздух это все приходит негодность ржавеет она как бы года это можно красить но мы понимаем что эту кнопку здесь останется и на поэтому мы применяем а металл это оцинкованный плюс 2 полимерное покрытие все-таки морской бриз это довольно агрессивная среда если нужно уметь работать вот и сейчас мы занимаюсь как раз таки же производством более современных модифицированных установок где будет автоматическая дозация в том составе и в тех пропорциях который нужно для получения идеального раствора пенобетона а на данном этапе на этих объектах мы все проработали вот таких небольших мобильных установках они довольно недорогие да и это установка еще наверно три таких объекта сделает без проблем никаких несмотря на то что она так страшненько выглядит соответственно все замешивается в растворе через пеногенератора подается здесь создается раствор смеси потом по шлангам через шнеки подается уже на верхнюю часть где происходит заливка данная словка работать от 180 но сейчас уже современной установки мы делаем 220 то есть опять же на мобильный на колесиках удобная в обычный пенобетонная установка которая себя отработала 10 тысяч раз уже до 10 10 сотен раз я говорю но при этом она работает и она делает вещи и она участвовала в первом мире комплексе который застроен подсмотилась такая пенобетон на берегу черного моря и и мы оставим как этот выставочный музейный образец как это все начиналось конечно я тут уже сказать на как фильме про каскадеров не пытайтесь повторить самостоятельно довольно таки простой и активный процесс строительства но здесь дело именно в особенности и умение работать с этой технологии потому что любую технологию могут испортить люди так вот если с ней правильно работать и правильно выполнять все этапы то технология будет давать им полное удовольствие от процесса строительства и от цифр которые она будет вам показывать и вот я хотел показать чтобы даже внутри пор если посмотреть такой же структурный пористый материал то есть равномерный то есть это как раз таки и особенность умения работать с пенобетоном с раствором и с добавками чтобы материал равномерно образовывал порой и нигде не было именно усадки чтобы не получилось что нижний слой стен у вас без пор а плотность бетона там выше чем 300 раза в 2 до а верху он такой пористый это как раз таки особенность работы с технологий именно поэтому я говорю не пытайтесь 3 самостоятельно привлекайте специалистов которые умеют с таким материалом работать и если резюмировать и отвечать на вопросы какие-то чем же отличает технология ластака и пенобетона традиционной технологии ластака на базальтовых утеплителях и в каких случаях стоит ее применять или нет я отвечу так если у вас задача построить дом для себя недорогой и вы его не планируете продавать то можно спокойно применить ну либо там это гостиница которая должна быть быстрее приносить прибыль и должна быть дешевле обойтись себестоимости но вы не планируете это продавать то можно применить традиционные утеплители кого-то базальтовый утеплитель минераловатные утеплители с технологией ластака есть у вас задача как у застройщика у девелопера либо построить дом пожить ним и потом выгодно продать либо застроить комплекс на территорию опять же выгодно продать ну чтобы ценность была продукта и вам нужно вот этот менталитет который у нас есть стране в россии да это монолитность плотные стены которые такие же как то в этом случае лучше использовать технологии ластака и пенобетон по затратам на строительство она незначительно дороже там если в среднем смотреть в себестоимости то плюс 10 ну максимум 20 процентов зависимости от опалу и и от узлов которые вы применяете я не сказал бы что это большая разница и на общем объеме она так незаметно важно сказать что технологии ластака и пенобетон это такая же чистая стройка как и традиционное строительство технологии ластака на базальтах утеплителя просто с ней нужно уметь работать этого мне каркасник мы уже конкурируем не с деревянными каркасами мы полноценно можем конкурировать с традиционными каркасным монолитными строительством по технологии кирпич пенобетон газобетон цифры именно цифры за счет нашей практики за счет наших построенных объектов нам удалось сравнить все эти технологии и понять их плюсы и минусы и я с уверенностью могу сказать что именно технологии ластака и пенобетон она показывает очень хорошие и правильные показатели по себестоимости по трудозатратам но представьте элементарно одно дело строить здание 800 тонн и также ручным способом это все носить это материал и месить раствор делать ту же самую кладку либо тот же самый объем только весит который там всего лишь 70 80 тонн выполнять меньшим количеством людей без привлечения тяжелой подъемной техники мы примерно посчитали затраты которые у нас получается затрачены на квадратный метр стены из расчета из куба то есть переведя это в куб да как отмерять бетон работа с арматурой в кубе также мы посчитали нашу технологию в итоге нас получилось следующее на берегу моря средняя розничная цена за куб с работой с материалом выходит где-то 12 с половиной тысяч рублей куб и получаем стену которую нужно еще утеплить ну а внутри провести электрику сантехнику потом это выровнять все штукатурку да и но если мы говорим про монолитное строительство либо допустим типичная кладка но как правило сейчас когда чтобы выдержать нагрузку на сейсмику из используют непосредственно полностью полноцелую бетонную стену а потом утепляют и 12 с половиной тысяч рублей куб это жб монолитного строительства даже из бетона монолитное строительство и технология ластыка запольна плотным пористым утеплителем без внешнего фасадного утепления потому что толщина стены достаточная для сохранения энергофитивности здания внутри разводка электрика сантехника проведена стены ровные геометрии внимание затраты мы говорим про розничную до 12 тысяч рублей железобетонное строительство и внимание шесть с половиной тысяч рублей пенобетона ластыка почувствуйте разницу именно поэтому я говорю что технологии ластыка и пенобетон это инструмент современный для прогрессивного застройщика конечно когда есть небольшие помещения я очень люблю различные модульные пространственные решения вот допустим зеркало не просто зеркал зеркало секретиком раз и гладильная доска такие решения позволяет экономить пространство особенно если вы еще будете делать квартиры с ремонтом и с модульной мебелью это будет девелопер номер один в россии к сожалению сейчас все любят продавать что потом было та-та-та-та-та штрабление по два года блин и спать невозможно было господа я всех призываю начинать строить недвижимость с ремонтом а лучше даже с мебелью чтобы ваши жильцы и покупатели знали если не купили квартиру у вас то не жить начинают сегодня они через пять лет когда все квартиру кругом закончат ремонт и технологии ластыка в этом вам очень сильно поможет здесь ты нам важно сказать что за всю нашу практике работать технологии ластыка мы поработали на различных материалах но что касается заливки именно материала монолитным пенобетоном да мы пробовали работать на пенополистирол бетоне тогда пытались даже миксовать делать пытаться гипса пенобетонную смесь но скажу так за наш последний трехлетний опыт и опыт работы на таком большом объекте и еще до этого было два объекта примерно такого же масштаба и практика показала что на данном этапе утепление лучше чем пенобетон максимум может быть с фиброй но соответственно с определенными добавками пока я не встречал пенополистирол мы цикли сразу я не буду сейчас говорить об этом может быть мы ближайшее время за снимем ролик почему это не является хорошим правильным утеплителем для тех объектов которые вы хотите строить именно на продажу но ну то же самое гипсопенобетон об этом наверное материале мы снимем отдельное видео чтобы сейчас не тратить это время чтобы на этом не углубляться но что я могу сказать этот материал он очень хорошо применим именно заставь застройки недвижимости высокого качества то есть если у вас как у застройщика или как у физического застройщика частного лица либо как у девелопера есть задача построить недорогую но качественную недвижимость которую можно было бы дорого продать то технологии лсск и пенобетон это та самая технология которая позволяет это сделать как вы думаете если бы мы строили это все из дерева или строили то сип панели да ведь начинает сравнивать с этой технологии когда стоит речь о том что нужно сэкономить могли бы мы это продавать за 150 за 200 тысяч рублей квадратный метр сами ответить на этот вопрос я постоянно это спрашиваю наших роликов поэтому наблюдайте за нашим каналом технологии лстк и пенобетон это супер классная технология мы постоянно в ней развиваемся ближайшее время будем все больше и больше об этом рассказывать